хорошо погнали играть мы сегодня будем играть радужный челлендж добро пожаловать семнадцатое возвышение обычные враги используют новую тактику способности в прошлый раз мы выиграли был отличный забег давайте попробуем еще раз выиграть почему бы и нет так что у нас сегодня тут осколок я сразу сделаю чтобы не забыть сколок был сделал следующий пункт мы не будем брать проклятие мне может быть будем брать бесцветную карту а посмотреть собственно на карту куда я тут хочу пойти я хочу на огненную элитку сто процентов без вариантов и путь мне вот этот очень нравится тут можно так много боев пройти на собирать карточек для радужного челленджа а потом сюда а потом сюда а потом сюда бромбов бомбов бомбов и сюда 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 и босс у нас гекса ставки сейчас будут все еще подождите подождите сейчас сделаем давайте бесцветную карту я бы хотел атакующую карту но знаете что ослепление пойдет ослепление норм и она чат на экране у меня донаты на экране и все в куче окей чат чат извините ваше время еще не пришло так ставку прогноз начать прогноз пройдет ли стример пройдет ли стример второго босса пять минут на ставку только мы изменим второй пункт нет я сомневаюсь чтобы всем был пройдет ли стример второго босса да я верю или нет я сомневаюсь все поехали что за челлендж радужный челлендж мы можем играть картами но не латоносца картами латоносца играть нельзя для этого мы взяли радужный осколок и будем собирать другие карточки общий принцип примерно такой так на этом чуваке вообще-то можно урона чуть-чуть получить ну зачем смысла нет давай тебе уязвимость вот так вот ну и в общем да у меня выходные прошли отлично случайно завис затесавшиеся выходные мисплейные за отсутствие интернета вчера прошу провел очень хороший день я я за позанимался ютубом немного я позанимался немного своими делами единственное что я не знаю чем не на этих выходные делать я думаю наверное на этих выходных вообще ничего не буду делать возьму атаку на пролом я думаю на эти время на эти выходные я запланирую нифига не делание я столько много всего делал за последнее время на выходных я понял что я ни одних выходных не провел просто сидеть в тишине и не то чтобы я сильно люблю сидеть в тишине не скажу что я большой фанат ничего не делал по моему мнению лучше отдых это смена деятельности но все-таки во всем нужно себя ограничивать в том плане что нужно не не нужно на всех выходных никогда не отдыхать хотя бы раз в три месяца тупо посижу и целый день посмотрю сериалы и документалки зачем сидеть в тишине если можно что-то делать например читать для смены деятельности потому что я я все выходные что-то делаю где-то езжу я боюсь что у меня крыша съедет я на эти выходных вообще ничего планировать не буду привет привет наконец-то снова не нелегал продлил мед . отвод по причине аллергии заметил что топ донатеров обновился не уж то таки вытащил данные ренмар привет спасибо тебе большое за донат 48 спасибо большое за поддержку я не вытащил данные я сел с калькулятором и вручную прошелся последний год я все-таки это сделал я засел я взял калькулятор специально купил себе калькулятор потому что на windows и на калькуляторе очень неудобно постоянно альтабаться в него я сел с калькулятором все посчитал там все равно будут неточности он не идеальный он там по-любому где-то чет потерялась потому что ну потому что рейнмар тоже не всегда рейнмар рейнмар такой рейнмар этакий рейнмар вот такой вот рейнмар рейнмар тивити палый рейнмар там менху рейнмар и все такое но я постарался на максимум своих сил он не точный но мы попробовал попробовали вот так что там где-то могут быть какие-то ошибки но я постарался все по максимуму сделать в своих силах спасибо большое добро пожаловать на стрим так а чего у тебя там подождите все у тебя про аллергию а отложил вакцинацию да я этот а я наоборот пытался короче попасть на вакцинацию и не могу блин прямо целая история в ярославле я пошел в больницу как приличный человек такой простит вакцинируйте меня они мне говорят ну типа прикольно явочек нет но я такой ну классно пойду я дальше своими делами заниматься и раз у вас явочек нет так что да частично ради эксперимента интересно там вам расскажу что будет явочек да явочек они так сказали явочек нет потому что у нас на дворе 83 год видимо и все по бумажкам делается они по электронике так что я очень счастлив был поэтому просто огонь что такое явочка явочка это когда тебе на бумажке написывают когда тебе приходить в больницу чтоб что-нибудь делать когда у тебя больница вместо того чтобы быть адекватный чтобы там стояли компьютеры в регистратуре когда там стоят такие огромные полки 10 метровые и все заставлено бумажными карточками бумажными записями бумажными этими все делается на бумажках ручкой вот тут пишут ручкой на бумажке у вас есть компьютеры в больницах каких то есть а в каких то нет то которую я пошел там не было там были явочки которых тоже не было поэтому не компьютеров и явочек ничего нету все же воды нет растительности нет населена явочками магном эссор ты можешь постить дискорд любые теории в относительности вероятности дарвина и все хочешь конечно до тех пор пока это чистый позитивный отдых пожалуйста я я за я за образование любое ты можешь там теорию кого там доктора доброва или как ты говорил конечно конечно ставь ставь в дискорд скидывай там лекции какие если это интересно так зато если атомная война и пост апокалипсис распорядок менять не надо ну да если будет ядерная война то я согласен к этому сальто то тогда отсутствие явочек себя окупит это вы абсолютно верно говорить точнее отсутствие как она называется подождите с этим я подумать так 14 урона 6 урона 20 урона 6 мне лучше так делать я так и меньше урона получу правильно так 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 у тебя 6 ровно под удар остается дать теперь я могу сделать так прокрутка мне не нужна потому что две обороны меня устраивают и это будет полный блок ну и на пролом нам выигрывает такой бой гена вот и человек говорил чё я говорил чат чё точно говорил да то что конечно если ядерные ядерная атака и может будет все равно в больницу записаться чтобы вылечить лучевое облучение по явочкам естественно это конечно огромное преимущество тут 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 и не паза невозможно спорить но мисплеи были сделаны каковы шансы блин того что это когда нибудь пригодится это как когда говорят учи математику потому что вдруг отключат все электричество и калькулятор не будет а тебе понадобится вычислить квадратный корень из 383 нет спойлеры не понадобится если будет ядерная атака у тебя будут другие проблемы тип квадратный корень не нужен будет поэтому не учи математику говорит что нафиг оно мне надо вакцину ставить помру еще так что нормально не пойти не помирать не надо рейнмар и разные нужны рейнмар разные важны нет рейнмар помирать точно не надо спасибо тебе большой сдана 48 не 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 отставляй вакцину сто процентов ну чё сиди дома теперь у нас ярославле пока все нормально ну везде можно ходить но я понимаю о чем ты говоришь мне очень повезло что у меня блин никаких аллергии нет ни вообще ни на что во всяком случае во всяком случае насколько я знаю и очень сочувствую что у тебя такая фигня и ладно ждем может она все закончится живи рейнмар да живи не надо делать вакцину и помирать глупость какая была бы я думаю паровую завесу взять нужны нам шквал кинжалов против босса нужен урон самого сгорания я бы с удовольствием взял но не могу варлок учить математику чтобы не спрашивать учата что такое среднее арифметическое да ну да мне нужно только потому что я подождите во первых зачем и когда это я спрашиваю учата что такое среднее арифметическая когда мы хоть раз средняя арифметическая это средняя цифра то есть ты берешь 6, 9, 9, 6 И там среднее получается 8 Что-нибудь такое, да? Я знаю, что такое среднее арифметическое Я имею ввиду, что тебе не нужна Учи математику, потому что на калькуляторе нет логарифмов и синусов Да, но ты никогда в жизни не применишь логарифмы и синусы Если ты не работаешь в соответствующей отрасли Ты никогда в жизни Если ты не работаешь там каким-нибудь инженером Не будешь использовать это Даже если ты работаешь инженером, ты будешь считать на калькуляторе Поэтому нет Ну, окей, учить математику надо Понятно, что надо уметь складывать цифры Базовая арифметика нужна Как видите вы, в моем прохождении Slice Aspire На протяжении 3225 серий Как бы математика нужна А то тебя будет убивать иногда благовулен Потому что ты не посчитал сколько хп и урона у него Сколько у тебя урона в сравнении с его хп осталось Но логарифмические функции Я буду честен Ты никогда в жизни не используешь Вообще никогда Если ты не раз занимаешься программированием Чат правильно говорит Программирование исключения Ну и есть профессии, которые исключения Много профессий исключения Это факт Я думаю, брать мне мгновенный удар или нет Удаление ударов заманчиво Нам сейчас душить гремлина Возможно огненного А чем я его буду душить? Душнилками? Я не хочу покупать мгновенный удар Математика вообще не лишняя Окей Да, но Если ты не работаешь в сфере, связанной с математикой Ты не будешь ее никогда применять Даже если Я работал в продажах 10 лет Я ни разу не применил Ни вычисления никакие Потому что у тебя всегда Хотя мы там Ты считаешь Тебе нужно считать поставки Там, отгрузки, загрузки Ты все это считаешь сейчас электронно На калькуляторе Если ты работаешь Идешь работать инженером Программистом Что-то Математиком Учителем математики Да Если нет Тогда Оно тебе никогда не пригодится Я имею ввиду, что Оно не нужно никогда в жизни В обычной С другой стороны В школе же не для этого учат Сложные вещи Математика помогает В познании мира Если знать Что и зачем нужно в ней Окей, чувак Это не прокатит На собеседовании В Для трудоустройства Это Вообще ничего тебе не даст Они будут смотреть Как ты одет Как ты себя ведешь Идешь ли ты на контакт Как отвечаешь На какие-то глупые вопросы Типа Как Какую вы считаете Должна быть у вас зарплата Им вообще будет пофигу Как тебе математика Какая у тебя И как она помогает В мире Даже не посмотрят Им все равно Умеешь ли ты считать Синусы И косинусы При трудоустройстве В Макдак Нет При трудоустройстве Куда угодно Кроме специальных Математических Профессий Где Скорее всего Тебя будут Даже не тестировать А просто проверять На практике Которую ты должен будешь Получить до того Устраиваться Потому что тебе нужно будет Чтобы устроиться Опыт не менее трех лет Но чтобы получить опыт Тебе нужно будет Устроиться сначала Был препод Который рассказывал Про то Что ему надо было Полы сделать И вот если ты Не знаешь Как математически То или Или то Применить в жизни Конечно Ты не применишь А он спокойно Посчитал площадь его Кривой комнаты Которая была Не квадратная А непонятная Окей, чувак Ну Это был И это был его Это был его Реклама математики Чтобы почитать Площадь пола Но это не математика Это Типа базовая геометрия Ты делишь комнату На квадратики И перемножаешь Интеграл не нужен Ты делишь комнату На разные части Где она соединяется И все потом Это все складываешь Да, он отдал 30 лет жизни Изучению математики Вместо того Чтобы взять рулетку И померять И вычислил площадь комнаты Через интеграл Вместо того Чтобы просто взять Тупо рулетку И рулеткой померять По частям комнату Что заняло бы 10 минут Да, применение Можно найти Но вместо этого Можно померить Было рулеткой И в любом случае Надо брать с запасом И в любом случае Расход материала Будет не такой Как указан На упаковке Как обычно В этом случае Мы Я задолбался Сидеть в этом магазине Мы удаляем удар Все Я решил Мы берем Сохраненное насекомое Окей Сохраненным насекомым Я наверное Пойду на двух Или так Потому что Оно вообще пушка А на лаговулине Мы хотим Ну что же я хочу сыграть Но не будить его пока Я хочу его будить сейчас Потому что на следующий ход У меня будет дофига защиты Так, так Это максимальный урон Я могу благословление Но мне кажется Гремлин для нас сейчас опасней У меня Такая Более защитная колода Получилась Математически Более оборонительная Колода Ну чуть-чуть урона Мы можем получить Да Три урона Это вообще ни о чем Порываю завесовую пушка И мы просто играем блок Я думаю Мы можем два блока Здесь играть 27 здоровья Мы должны ему сносить Сейчас Так, так, так Да, легко Изи Да, математического применения Математики Будет очень немного В итоге Я имею ввиду Я работал на стройке И Ну приезжали чуваки С Теодолитом Там И мерили И проводили замеры Считали Никто из них Не считал Там В столбик Или еще что-то Они просто все ходили С большими калькуляторами Инженеры И все считали На калькуляторах Наверное Они проводили Ну вот Я имею ввиду В поле На месте На объекте Я Скорее всего Они когда чертежи делают Они считают Но это чуть другое Это не полевые Вот инженеры Которые у нас там Свай считали Забивку свай А Это наверное Инженеры Считают уже Те которые Рисуют Бухгалтерия На математике Сильно замешана Не знаю С бухгалтерией Никогда не сталкивался Здесь ничего Не могу сказать С бухгалтерией Я не работал Если мы подножку В закупоренную молнию Поставим Будет очень хорошо По-моему Потому что В первый ход Мы обычно Хотим дамажить Поэтому я думаю Вот это то Что нам нужно И мы хотим Взять Так 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 15 блока Бухгалтерия На экселе Современная Бухгалтерия Это вообще еще И в основном На экселе Работает Да Поэтому Окей 9 плюс 14 Килл мы только Один здесь делаем К сожалению Да Ну тут второй килл Было никак не сделать Хотя Было Можно было Вообще-то Окей Я неправильно сыграл Надо было Посчитать Расплавить Хороша Расплавить Очень хороша На втором этаже Будет И на некоторых Врагах Здесь Так Ну апгрейд Подножка Ослепление Стужа Сальто Расплавить Сальто мы не будем Пока апгрейдить Расплавить 4 урона Добавляет карточки Просто потому что Сильно бьет Взять подножку Массовая Очень приятно Для следующего этажа Метакогнитивное искажение Которое заключается В том что люди имеющие Низкий уровень квалификации Делают ошибочные выводы Принимают неудачные решения При этом не способны Осознавать свои ошибки В силу низкого уровня Своей квалификации Приводит К возникновению У них завышенных Представлений О собственных способностях Да Эффект даннинга Крюгера По-моему К нашему обсуждению Математики Не имеют никакого отношения Это эффект даннинга Крюгера Я знаю Чего? Какое Отношение К математике Имеет Я же не говорю Что я могу Что-то там Посчитать сложное Не могу Я такого не говорил Ничего Окей Я проапгрейджу Расплавить Я не буду Апгрейдить Сальто Сальто Медленное О, эти ребята Ой, как хорошо Что я Не улучшил Подножку Ам Я не знаю Селье богатыря Наверное Нужно Фигануть Сейчас, да Как бы Нет смысла Его оставлять Мы можем Можем Взять Так Это Сделает Килл Привет, Варлок Привет, Лоуфи Пай Здравствуй Добро пожаловать На стрим Мы математику Обсуждаем Как раз Килл Не килл Но полный блок Это, видимо, к тому, что математика учится ображать При выборе решений ты будешь анализировать Не так, как обычный человек Видимо, как-то так Но любая Работа Учится ображать Да? Мы возьмем радугу Я не против радуги Любая техническая работа Где нужно думать последовательно И совершать какие-то действия по порядку Учится ображать не только математику Понятно, что не стоит Просто забивать и Я ничего не буду учить Потому что я и так умный А Варлоч на стриме сказал, что учиться это вредно Нет Я имею ввиду Я имею ввиду, что Есть некоторые вещи Которые нас учат в школе Которые будут бесполезны Жена мне вчера рассказывала Они делают стенды Они делали стенды для университета По информатике И учителя информатики Прислали им стенды Сделать На которых, блин, было описание Дискетных дисководов Флоппи дисков Которыми уже никто не пользуется Столько лет, сколько мне лет И они в итоге потом Переделывали эти стенды полностью Потому что стенды не соответствовали Вообще современным компьютерам У них Для стендов По информатике Было написано, что модем Это часть Компьютера Это же просто жесть В армии пользуются Комон Если ты учишься В Тебе не нужно В 2021 году Знать, как работает Дискет Дискета Это Если ты попадешь В секретную службу В армии И будешь контролировать Запуск ядерных боеголовок Нужно Тебе нужно уметь Пользоваться дискетами Ага И вычислять Логарифмические функции По ходу дела А ты почему тогда Не магнитными лентами Нет уж Нет уж Тогда уже нужно Магнитными лентами Уметь пользоваться Которые Когда вместо дискет Аудиокассеты Используются Нет Перфокарты Перфокарты Нам нужны Перфокарты Блин Чуваки Вот что нам нужно Почему не перфокарты 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 Тоже очень важно Вставляешь перфокарту Компьютер Считывается Перфокарты Я имею ввиду Раз уж мы туда лезем Давайте Я думаю Еще хорошая штука Это счеты Деревянные счеты Такие Знаешь Где ты сидишь Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Вот эти штучки Переставляешь Шарики С места на место Я думаю Что Нам нужно Ввести обучение Счетам Перфокартам И Чему-то еще И резьба На бересте И все это Древними Египетскими Иероглифами Потому что Ну блин Да Почему бы и нет А Давай у меня мрак и погибель А Кстати Сейчас Отпинает Этот дядька Что мне против него взять Против него Наверное Проломить Не-не Против него Радуга Кстати Будет неплохая Со сферой тьмы Вот этот парень Мне сейчас задаст Жару Потому что Он сейчас Весь дамаг Нам сделает Если мы хотим Спидран И килл его То мне стоит Зелье удвоение На проломить Сейчас использовать Я думаю Это хорошая идея У нас будет Шесть У нас будет Шесть Уязвимости Он будет Под слабостью Вообще-то Кстати Да Я думаю Что мы хотим Что-то типа Мрак Погибель Фигануть Или радугу Лучше Радуги нет Ну я просто Фигану Мрак И погибель И мы настакаем Сейчас сферу тьмы Я учусь В морском Университете И тут Есть предмет Где нас заставляли Учить Как устроено Судно Старого типа С парусами Хотя сейчас Уже на таких Давным-давно Никто не плавает Это чуть-чуть Другое Чувак У тебя Специализированное Обучение Правильно? То есть Ты Специально Историю Профессии Учить это хорошо Ну вот я считаю Например Если бы я пошел В строительный Я бы хотел Чтобы меня научили Там Каким-нибудь Древним Пускай и не актуальным Методом строительства Мало ли Какой у меня будет Проект в будущем Может мне нужно будет Там какой-нибудь Ретро строить Или еще что-то такое Это Другое Но это Общая Информатика Это информатика Не для Университета Которая Который Специализируется На компьютерах Это Просто Так сказать Для Обычных Для обычных Чуваков Если ты учишься Там например На На матроса Или на Капитана корабля То я думаю Что это Хорошая идея Знать Откуда Вообще Произошло Современное Кораблестроение Ты изучаешь Если бы я пошел Учиться на программиста То и хотя бы Общую историю Разных Языков программирования Хотелось бы знать Программисты наверно Не согласятся Учить Асемблер Какой-нибудь Или еще что-то Что за лол Спасибо тебе большое За 16 месяцев Спасибо огромное Обучить уроки Раз мы об уроках Говорим Будем учить уроки Тогда Разочно то пошло У нас колода Большеватая Ну ладно Я так надеялся Молот здесь увидеть Спасибо большое Что залул тебя За 16 месяцев Подписки Чувак Большое спасибо Спамьте ваших Бобров Хватит грузиться Всем этим Давай говорить Про котиков Лукс По-моему Мы отлично обсуждаем Я отлично Провожу время Я узнаю что-то новое Чат меня немножко учит И так далее Мы обсуждаем Мы не грузимся Это интересно Интересные факты С варлоком Категория Всеобщие заблуждения Ну или заблуждения Конкретно одного Лысого стримера Чат хочет колокол взять И я не соглашусь Я думаю Надо брать ошейник И идти охоту на элиток Устраивать С насекомым Я думаю Надо ошейник И охоту на элиток Нет Ну Например Когда дело касается Программирования Правильно Кто-то заметил Что там Какие-то базовые штуки Там Драйвера для устройств Или что-то Я плохо разбираюсь Но в принципе Да Они используют старые Еще языки Программирования Возможно Я не знаю Но когда ты Учишься Специализировано На что-то То нужно знать И историю И все остальное Согласен Это Это Я согласен Но Шансы того Что тебе это пригодится Минимальные Но хотя бы Базу какую-то Стоит Наверное Получить Что не стоит Это Учить в школе В восьмом классе Логарифмические Функции По-моему Вот И А может быть Немного Не из того Тест Но Блин Зачем Зачем Блин Которые Ты никогда Не используешь Я думаю Что Единственное Назначение Таких Предметов В школе Это Найти людей Которые Хотят Потом Идти Работать По этой Профессии Да Можно ли Придумать Какую-то Альтернативу Потому что Я очень Не хочу Конкретно Я имею ввиду Я уже Отучился В школе Мне уже Пофиг Но в теории Я очень Не хотел Учить в школе Это И Но зачем Для чего Это нужно Они же Никогда Не пригодятся Это Единственный Смысл Это В процессе Изучения Вот этих Сложных Математики Найти людей Которые Потом Пойдут Работать Учителями Математики Понятно Что Сдать Экзамен Нужно Да Больше Она Незачем Не пригодится При этом Например То Что Могло Быть Полезным У меня В школе Вообще Никак Не Преподавалось Какой-нибудь Что Может быть Таким Очень-очень Полезным Из того Что Не преподают Тебя не учат Окей Учат Были Типа Труды Обучение Там Этому Обучение Тому Как Правильно Делать Как Правильно Построить Я не знаю Полку Сделать Как Вот Построить Полку Вот Этому Никто Не учат Были Труды Но Они Были Номинальные На них Ничего Не Работало И Экзаменов По ним Толковых Никаких Не Было Никто Не Учит Тебя Вещам Которые Тебе Действительно Нужны А Вот Как Флатить Налоги Да О Мой Бог Нам Конец Три Энергии На Птицах Вообще Жесть Просто Жесть Я Ничего Им Не Могу Сделать Я Не Могу Три Атаки Сыграть Не На Одну Птицу Нужно Пить Это Я Сделал Большие Ошибки Это Сколько Будет Урона 21 Урона Мы Можем Взять Кил Здесь Не Можем Взять Кил Здесь Ну Может Если Я Лучше Учил Математику Я Был Мог Почитать У Нас Были Труды Где Мы Сидели И Заставляли Черепашку Ползить По Экрану Вот Вот Варлок Никто не знает Что пригодится В будущем А что нет Логарифмические Функции Точно Не Пригодятся Точно Не Пригодятся Те Меньше Ты Знаешь Больше Ты Рассуждает О том Что Полно Лишнего И Ненужного Окей Камон Это Не Эффект Данинга Крюгера У Меня Нет Эффекта Данинга Крюгера Не Надо Я Знаю Что Такой Данин Крюгер Я Очень Хорошо С ним Знаком Лично С Собоими Это Не То Нет Это Не То Не Надо Мне Рассказывать Ты Не Знаешь Чем Говоришь Ты Не Знаешь Поэтому Нет Это Ты Не Знаешь Это Ты Не Знаешь Окей Тят Кто Из Вас Хоть Раз В Жизни Использовал Логарифмическую Функцию Окей Давайте Срез Населения 100 Человек Пишите Плюс В Час Кто Использовал В Жизни Логарифмическую Функцию Вот Написал Человек Который Про Данинга Крюгера Пишет Профессиональное Образование И Практика Окей Я Вот Сейчас Все Плюсы В Никах Так Теперь Давайте Рассказывайте Где Вы Блин Ее Использовали Ну Ка Давайте Давайте Вот Кто Плюс Написал Где Использовали На Лабораторных Не 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 В Жизни Не 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 В Профессии В Жизни Только Пока Учился Все Кто Учились Использовали Экзамены Сдавал Домашнее Задание Сестрой Помогал Сестре Сдавать Матешу В Меде Только В Обучении Только в обучении Окей, вот кошек пишет в коде Ооо Вот, это уже в жизни Все остальные ответы были Все остальные ответы были По большому счету Про процесс Учебы Лабораторные работы Это не жизнь? Нет Работа это не жизнь Работа это Обязанность Зря я с ними Эти чуваки меня сейчас убьют Потому что я не посчитал Сколько они урона наносят Потому что математику не учил Мы не можем Медведя уронить быстро Можем взять так Окей, мрак и погибель Очень сильно Здесь Мы, наверное, умрем Может быть, если я на следующий ход Вытащу атаку на проломы Расплавить Ооо Так Свойный урок 7 урона 10 урона Окей, ослепление сюда Я не могу рисковать здесь Делать свойный урок Я должен делать так ЖВ 8 хп Отлично Ноль проблем Красная маска Отличный релик Мы не можем Эти билд на сферы Окей Я вижу хаос Но Эта колода Не работает Как мне два боя Прожить 14 хп Никак Ответ Никак Просто не надо Могу сказать Что логарифмические функции Полезны Пару раз Они помогали мне Заработать денег Ибо Если б не сдал экзамен По высшей математике Лишился бы стипендии Вот-вот-вот Рейнмар Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое За донат 48 Спасибо Вот В общем Да Я посчитал Что мы Проиграем Вот Это была Наглядная Демонстрация Того Что очень важно Учить математику Иначе потом Вы будете играть В Slay the Spire И не сможете Пройти Босса Потому что Не смотрит Не утиливать математику В школе Так что Пожалуйста Это была Наглядная Демонстрация Давай мне И убрать Убрать две карты Это Тупая идея Это очень Это очень Плохая идея Убирать Два Удара Знаете Что мы можем Сделать Мы можем Убрать Удары Оборону Вот так Это будет Оценено Котики Котики Да Котики Какие у меня Истории Про котиков Есть Я Котику Покупал Корм Специальный У меня Котик Один Мишка Кот Миша Очень хороший Кот Супер Тот Который На кровати Все время Лезет Он что-то Приболел У него С пищеварением Проблемы И он Много Какает Мимо лотка И Некрасиво Большими Лужами Ну Я имею ввиду Котика Жалко Ну и Меня тоже Жалко И жену Жалко Потому что Это все Приходится Подтирать В общем Пошел я ему Корм Покупать И Купил ему Корм Гастро Корм Так что Теперь мне Придется Котов Разделять И властвовать Я смотрю На пол Оборота И так Не хочу Ее брать Такая Фигня Я могу Взять Точки Будет Весело Кто Босс Лорд Ромбиков На нем Точки Работают Точки Такая Фигня Если Она Одна Штука А Пофиг Давайте Возьмем Точки Будет Весело Зато Будет Весело Я гарантирую Что с точкой Будет Не скучно В общем Да Котику Купили Новый Корм Двух Видов Хиллс И проплан Жена Сказала Какой Купить Я такой Купил Он Теперь У нас Будет Питаться Отдельно Но Проблема В том Что Котиков Семь Штук В наличии Их Много Поэтому Обычно Они питаются Просто Как Орда Варваров Классная Карта Обычно Мы приходим Домой И такие Котикам Выдаем Короче Собирается Вот эта Толпа Она Выбегает Такие Все Мы пришли Есть Твою Еду Человек Насыпаем Насыпаем Им Кучу Еды Буквально Буквально Кучу Еды В Эти В Миске И они Такие Все Набегают И давай Хавать Оно Очень Прикольно Выглядит Семь Или Восемь Кошек У нас Сейчас И они Такие Все Как Эти Как Зебры На Я возьму Нож В спину Я знаю Что оглушающий Крик Хорошая Карта Но если Я хочу Пройти Элитку А мне Придется Пройти Элитку Хотя бы Одну Я должен Взять Нож В спину И они Такие Как На водопой На водопой Антилоп Когда показывают Они всей Толпой На водопой Такие Собираются И набегают Выглядит Очень эпично Но теперь Нужно Как-то Разделять Кошек Потому что Этот котик Должен Есть Гастрокорм Специальный Остальные Котики Должны Есть Что-нибудь Другое Иначе Не могут Все Есть Гастрокорм Какой Трешовый Ивент Они Могут Все Есть Гастрокорм Но Это будет Дорого Поэтому Мы Будем Теперь Разделять Я не знаю Как Сегодня В экспериментальном Режиме Котики У нас Работали Пока что Получилось То есть План такой Мы берем Этого Кота Мишку Мы его Относим На Кухню Мы его Закрываем На кухне Мы его Кормим На мышу От всех Остальных Котиков И пока Мы его Кормим На кухне В Отдельно От всех Остальных Котов Остальные Коты Собираются Под дверью И такие Пустите Нас Мы воевали Мы в танке Горели Мы летчики Запустите Я тоже Хочу Я хочу Есть Ну хотя У них там Насыпана Своя Еда Они не могут Они думают Что этому Мишке Дают Что-то Такое Вкусное И да Ганс Ему Дают Другую Еду Гастрокорн Но Он же По вкусу Ничем Не отличается Коты Вообще Такие Странные Они Не просто Мы можем Тебя убить Мне 3 урона Не хватает Чувак 3 урона Они не просто Мы можем Тебя убить Они не просто Хотят Есть Что-то Со С твоего Стола Они Очень хотят Есть что-то С твоего Стола Они даже Не могут Они даже Не могут Этот Сдержать Себя Да Они должны Знать Что ты ешь Или что Кто-то Другой Ест Они будут Лезть тебе На стол Они будут Требовать Попробовать Твою еду Они ее Попробуют И выплюнут Невкусно Но они Все равно Будут Пробовать Все И одно И то же У них же Очень хороший Нюх Они по идее Должны Знать Что Это уже Та еда Которую Они пробовали Она на самом деле Нифига Невкусная Но Их это Не останавливает Да Если достать доску И начать что-то резать Все коты С дома Прибегут Это точно Это факт Они все Прибегают Окей Я не пробовал Гастрокорм на вкус Может он действительно Вкуснее Возможно Зачем Столько котов У нас Шесть котов На очень большой Двор В селе И некоторые Из них Воюют Между собой Ну Жена Сотрудничает С приютами С кошачьими Это Уличные Кошки Подобранные Все Уличные Кошки Ну В общем Пытаемся Помогать Кошкам По мере Своих Возможностей И так Получилось Что их Сейчас очень много Собралось Все такие Хорошие Что Прям Вообще Сифрши Никаких нет От них Отбиваться Обычный корм Я пробовал Кошачий Он Невкусный Вообще Невкусный Не рекомендую Пустой Разум Нам Не Нужен Я Между С Таким Количеством Навыков Можно Взять Нет Обстрел Это От Сфер Нет Тут Ничего Не Надо Брать Просто Скип 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 Дайте мне Хороший Ивент Это Нехороший Ивент Курьер Курьер Норм Так У меня Нет Карточек Карточек Только Нет Нож Спину Я Отказываюсь Апгрейдить Проломить Наверное Тоже Давай мне Апгрейд Защититься Так что Да У нас Вот такая История С котиком Надо Мишку Кормить Отдельно От всех Остальных А он Ну он В принципе Не против Кормиться Отдельно От остальных Но остальные Коты Очень Против И они Да Они еще Бывают Они Они еще Цветы Едят Жена Что-то Решила Что надо Цветов Завести Дома Что Пождите Сейчас Стоп 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 Стой 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 Половина От 73 35 36 Окей Удар Его Разделит Я думаю Нужно Ждать И попробовать Сыграть Болевые точки На максимум урона Окей Да 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 Вот сейчас Мы его Хотим делить Так Так И болевые точки Бум Отлично Болевые точки Тебе Да И Они Прямо На цветы Нападают Там Есть Одна Кошка Которая Которую Зовут Булка А Та Самая Булка А Прямо По Кулдауну Бежит К цветам Это Вообще Жесть Я не буду Брать Просветление Но Его В бане Э Просто Невозможно Бороться Я Кстати Не Иду На Элитку По Моему Это Для Нас Слив Она Пристала К цветку Какой-то Цветок Типа Папоротника Красивый Цветок Хороший Ну Типа Папоротник Но Вообще Не Отбиться От Нее А Утром Ты Дверь Открываешь В спальню Потому Что Мы Закрываемся На Ночь Иначе Нас Обложат Коты И Вообще Не Выспишься Никогда И Она Все Она Пришла И Она Ломится К тебе В Спальню Она Забегает И Сразу Напрямую Бежит Жрать Цветок Она Его Ест А Потом Она Рыгает Цветком Простите За Подробности А Потом Она Блэ И Этот Цветок На Пол Зачем Ты Его Ешь Постоянно Если Тебе С него Дурно Делается Но Она Не Может Се Остановить Она Реально Как Наркоманка Ты Бывает Запустишь Ее Случайно Потом Заходишь Туда Стоит Этот Цветок На Шкафу И Эта Булка Такая Кошка Рядом С ним Сидит И Ты Такой Заходишь И Она Смотрит На Тебя Потому Что Она Знает Что Цветок Жрать Нельзя Но Это Ее Нифига Не Останавливает Это Ей Все Равно Она Знает Что Она Нарушитель Она Знает Что Она Плохая Кошка Ну Она Хорошая Кошка Но Плохая В том Смысле Что Она Ест Цветок Она Прочищает Желудок Че Ей Каждый День Желудок Что Либо Чистить Нет Дед Она Просто По-моему Тупит Она Просто По-моему Хочет Жрать Осколок Ту Осколок Смотрю На Радужный Осколок Она Хочет Жрать Цветок По Непонятным Причинам Он Ей Не Нужен Этот Цветок Для Развития Потому Что Мы ей Покупали Траву И Все Остальное Ей Именно Этот Цветок Нужен Все Вот Она Его Взяла Себе И Она Будет Им Играть Играть Будет Его Есть Ей Вообще Пофигу Повторяю Вопрос Нравится Ли тебе 2D Игры Да Наверное Не знаю Да Нет Слэйз Спайр Это 2D Игра В теории Ну Не 3D Так Отблеск Стали Норм Если у меня Точки Мне стоит Удалить Удар Окей Ребят Короче Это Все Мы Идем Ва Банг Я Настолько Я Настолько Не В порядке Мы Улучшили Все Карты Я Это Билд На Точки Вообще Пофиг Поехали Так На тебе Нож В спину Билд На Точки И Прячьтесь Все Второй Осколок Я не стал Покупать Это Смешно Но Сейчас У нас Не та Колода Чтобы Покупать Вторые Осколки О Точки Подъехали О А Надо было Защититься Сыграть Что-то я Мисплейнул Хотя Защититься Может Сейчас Пригодится Да Не Не Все Хорошо Мы По точкам Вообще Тут Шикарно Заходим Точки Так-то Сильные А В теории Если бы Еще вторую Копию Или Какую-то Карточку Чтобы Вытаскивать В руку Они Вообще Очень Мощные Я уже Забыл Когда мы Точками В последний Раз Играли И они Были Более Менее Норм А И блок У меня Есть Хороший Красивая Милду На Точки Не Хватает За Точек Да Уж Блин Неправильно Сыграл Надо Сначала Ударить Ладно Пофиг Мы Мы В полном Порядке Еще Одни Точки И он Готов Бум Да Проблема В том Что Нормальная Карта На Возвращение Она У Латника Облик Эха Решает Вопрос С Двойным Игранием Точек Но След В воздухе Так Силен Что Лучше У нас Недавно Появилась Упоротая КТ Которая Поселилась В туалете Лежит Перед Унитазом По Несколько Часов В день Но Это Типа Ей Понравилась Территория Некоторые Кошки Любят Такие Места Где Ну Их Никто Не Трогает Типа Там Пещера У него Возле Унитаза Король Бобров Король Бобров Бобров У Казаха Монгола Татар Спасибо Типа Большое За 15 Месяцев Подписки Огромное Тебе спасибо За поддержку Чувак Я Тебя Очень Благодарю Откуда У меня Подписка Откуда У тебя Подписка Где Взял Спасибо Большое Добро Вожаловать На стрим Ты Вовремя Укр Казаха Монгола Татар Это победа Для тебя Здесь Точно Победа Смотри Облик Эха Болевые Точки Что еще Нужно Для Хорошей Вечеринки И 4 энергии Философский камень Есть И в первом бою Не будет птиц Я это гарантирую Вам Можете отнести Мои слова В банк Смотри Не птицы Как он хорош И 4 энергии Это на самом деле Кайф Это плохая Стартовая рука Но Можно Облик Эх Сыграть И Не знаю Точки Например Нож в спину Буквально Ничего не делает Минус 22 Здоровье С первого Удара Такие Мелочи Мелочишки Махтим Блок Удар Парящие Рукава Зелье я потратил Но я планировал Зелье тратить У меня Статуэтка Белого зверя Как бы Было бы Странно Не тратить Зелье У меня хватило Побед На сегодня Я купил Зимнюю куртку За 6400 Яу Поздравляю Кайф Поздравляю С новой курткой Это хорошая победа 6400 За зимнюю куртку Это нормально Но вполне Неплохо Я не знаю Сколько Моя зимняя куртка Стоит Но Но Это Это норм Да Если она Такая Прям Теплая Хорошая Вообще Я не знаю Почему До сих пор Не изобрели Одежду Которая Не занимает Место Моя главная Проблема С зимней Одеждой Я вообще Не люблю Зиму Я не люблю Когда холодно Но моя Моя главная Проблема Зимней Одеждой То что Она Занимает Вообще Все Место Ты одеваешь Эту зимнюю куртку И все Ты по большому счету Как в чертовом Скафандре Почему Никто Не занимается Вопросом Уменьшения Размеров Зимних Курток Ну Я имею ввиду В промышленных Масштабах Понятно Что Там есть Какие Нибудь Понятное Дело Что Есть Какие Нибудь Супер Профессиональные Там Куртки Типа Для Ныряльщиков Которые Наверное Не занимают Много Места Но Есть Опять Если Мы Говорим Про Ныряльщиков Которые Ныряют У них Очень Теплая Одежда Почему В такой Одежде Никто Не ходит Потому Что Она Будет Глупо Смотреться Я имею Ввиду Я вообще Не понимаю В чем Смысл Разного Вида Одежды Я Может Быть Я Не Показатель Но Зачем Нужна Красивая Одежда Просто Послушайте Меня Разве Не Лучше Было Бы Если Бы Мы Все Одевали Одинаковую Одежду Просто Вдумайтесь Как Было 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 Круто Если Нам Не Нужно Было Заморачиваться С Подбором Одежды И Мы Все Ходили В Стандартных Стандартных Я Даже Не Могу Все Мы Все Ходили В Стандартных Костюмах Одинакового Вида Насколько Было Проще Насколько Меньше Времени Нужно Было Тратить На Подбор Гардероба Если Было Все Было У Всех Одинаково Но Это Экономит Время Силы Производственные Мощности Экологию Как Вам Такое Просто Всем Выбрать Окей Они могут Быть Разных Цветов Я Я не Против Разные Цвета Давайте Такой Компромисс Все Эти Одежды Мог Быть Разного Цвета А цветов У нас Дофига Я имею Ввиду Вы Скажете Что Изначально Это будет Типа Некрасиво Все дела Но Оно Некрасиво Только Пока Ты Не Привыкнешь Когда Ты Привыкнешь Оно Будет Нормально Выглядеть Правильно Если Все Ходят В Одинаковой Одежде То Оно Уже Как То Вроде И Нормально О Мой Бог Колода Такая Плохая Я Просто Не Могу Чуваки Это Колода Это Колода Трэш Если Все Плохо Одеты То Значит Все Хорошо Одеты Да Как Вамогус Типа Как Вамогус И Ты Можно И Можно Будет Все Будут Ходить Просто Ну Типа Как Школьная Форма Школьная Форма Только Для Всех Тогда Уже Школьная Форма Будет Не Так Плохо Выглядит Правильно Потому Что Как Все Ее Носят В чем Проблема Одеваться В разные Красивые Наряды Весело Относительно Я Не Согласен Я Не Вижу Ничего Веселого Интересного Я Не Люблю Выбирать Одежду Я Когда Иду Выбирать Одежду Я И Такой Типа Первый Попавшийся Что На Меня Одевается Я Беру И Что Выглядит По моему Мнению Более Менее Адекватно Я Просто Беру И Все Я Я Я Я Вижу Разницы Между Я Иду Магазин Обуви И Вот Стоит 10 Полок Вот Я В спортмастере Недавно Покупал Кроссовки Я Вижу 20 рядов Этих Кроссовок И мы С женой Ходим А она Такая Смотрит И Для нее Они Все Чем То Отличаются Вот Эти Такие Хорошие Вот Эти Не Очень Хорошие Вот Эти Норм Вот Эти Ненорм Я Смотрю На Все Обувь Она Блин Вся Одинаковая Она Вся Выглядит Как Обувь Я Не Могу Понять Разницу Между Этой Обувью Она Вся Одинаковая Они Все Выглядят Как Ботинки Они Все Разного Цвета С Разными Еще Че То По Своей Собственно По Своей Базе Они Все Обувь Я Выбрал Все Какие То Кроссовки Купил Какие То Кроссовки Вроде Норм Я Я Не Этот Если Бы Они Все Были Одинаковые Вы Нам Нах Прой С С С Первой Одинаковая Одесса А потом Двухминутка Ненависти Телекраны Новояз Ага Большой Рад Следить За тобой Я Не Читал Девятнадц Восемьдесят Четыре Но Это Наверное Что-то Что Оттуда Спасибо Рейнвар За Донат 48 Спасибо Тебе Большое За Поддержку Почему Тебе Нравится Красная Футболка Я Буду Честен Она Мне Не То Чтобы Особо Нравится Красный Цвет Выглядит Более Ярким По Сравнению С Другими Цветами И Когда Я себе Представляю Свой Вот этот Идеальный Мир В котором Все Выглядят Одинаково То Да Первое Что Мне Представляется Это Все В Красном Я Могу С Этим Поспорить Они Все Действительно Одеты В Красное Но Но Мою Защиту Мы Кстати Умрем В этом Бою Что Вообще За Жесть Происходит Здесь Мою Защиту Разве Все Таки Это Не Было Было Удобно Мы Можем Просидеть В бою С Вот Этим Чуваком Достаточно Долго Я Пью Хилку Я Ему Спущу ХП До Одного Удара И Будем Здесь Сидеть Дальше Горящая Элитка Я Знаю Это Очень Плохо Окей Мы хотим Просто Дефаться И Хибиться Я Не Хочу Ему Кил Делать Токсично Зеленый Смотрится Ярче На Экране Если Что Да Но Токсично Зеленый Будет Вырезаться НЕТ Я Забыл Что У меня Облик Эхо Знаете Что Мы Сумрем О Это Смерть Это Все Хотя Кил По-моему Мне надо попытаться Второй килл Сделать Как можно Быстрее Но у меня Не получится Это был Весь Мой Урон Варлок Говорит Об одинаковой Одежды Потому что У него 20 штук Красных Футболок Ну В каком То Смысле Да Но В каком То Смысле Нет Это Было Бы Удобно Я имею Ввиду В моем Вымышленном Мире В котором Все Носят Одинаковую Одежду Это Будет Приемлемо Носить Одинаковую Одежду То То Все Одинаково Одеты Это Не Будет Плохо Потому что Все Одинаково Мы Мертвые Мы 100% Мертвые Мы Идем Глубоко Очень Глубоко Победит ли Стример Второго Босса Сомневающиеся Получите Придет ли Стример Второго Босса Голосование 5 минут Пошли Да Хилка Не Помогла Все Серьезный Забег Шутки Кончились Релик Босса Домик Я забыл дать нам Косколок Теперь понятно Что имел виду Арвел Своим Дважды Два Равно Он Придрёв Что К власти Придет Варвок Нелюбящий Математику Бадумц Большой Брат Смотрит Рейнмар Спасибо большое За донат 48 Спасибо большое За поддержку Но я имею ввиду Если бы тебе не нужно было ходить в магазин Стример И все Я закончил Дочинить Чуткие Скинты Я вижу Что моя идея Не Возымела Позитивного Отклика В массах Поэтому я Наверное Перестану Её продвигать Как часть Своей президентской Компании Возьму Что-нибудь Другое Придумаю Например Мы посадим Всех воров Вот этот Наверное Получше Зайдет Такой же Скучное И неинтересное Как обычно Я имею ввиду Панацея Класс Тогда Тогда за меня Воры Не проголосуют Блин А кто Тогда Голосовать Будет Ладно Все 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 Поехали Чтобы поймать Вора Нужно Думать Как Вор Когда пойду В президенты Я Объявлю Что я Стану Вором Для того Чтобы поймать Воров Дальше Что там Еще интересное У нас есть Чат Давайте Какую Тему Кляпуска Воров Потому что Слазеспайер Как видите Все равно Сливается По полной Как Тут у нас Ничего Дай мне Жирзмека Пофиг Ооо Невероятно Мы можем Делать Так 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 Вау Я так Хорош Чат Что у вас Интересного Есть Какие Предложения Нам Нам Срочно Нужно Выбраться Отсюда Из того Места Куда Я Нас Загнал Тема Для разговора Самый Сильный Перс В автопэт А утка Все Следующий Вопрос Утка Слишком Сильна Утка Такая Имба Я сегодня Записывал Видосы По Супер Автопэт Но я записывал Их На DLC Паке DLC Паком Тяжело Но Постоян Постоянно Побеждать Скучно Когда мы Нашли Утиный Гамбит В обычном Стандартном Паке Мне стало Не так Интересно Играть Супер Автозверей По моему У меня Какой-то Синдром Мазохиста В играх Мне нужно Чтобы игра Была Тяжелая Сложная И Ее Нельзя Было Просто Взять Пройти Мне Нужно Себе Какое-то Усложнение Постоянно Придумывать Потому Что Иначе Мне Становит Скучно Я думаю Что Кнопка Такая Сильная Карта Но Мы Сейчас Умрем На Элитке Да Это Позволяет Годами Играть В рогалики Все Все Верно Кнопка Такой Правильный Выбор Здесь Так Как Не Умереть На Элитке Ну Не Ити На Огненную Да Че В магазин Что Ити Я Буду Отравленным Ножом И проломить Убивать Элиток Будешь Ли Делать Баттлы В супер Зверях Против Зрителей Нет Потому Что Это Как Шахматы Это Не Имеет Смысла Если Зрители Видят Что Ты Собираешь Они Смогут Просто Контрить Тебя В Супер Автозверях Сколько Мы Версус Пробовали Там В Супер Автозверях Есть Контр Билды И Ты Можешь Видя Колоду Противника Ну Или Видя Билд Противника Поставить То Что Его Будет Побеждать Поэтому Версус Против Зрителей Не Прокатит Я Пошел В Магазин Все Таки Это Была Моя Ошибка Хотя Нет Нифига Не Ошибка Короче Я Сделаю Вот Так Я Удалю Сейчас Один Удар Но Я Куплю Нам Зелье Уязвимости О Вот Это Будет Другое Дело Недавно Интересная Ситуация Произошла Познакомился Со стримером Разговорились Поиграли Пригласил Меня На пару Игровых Стримов Своих А потом Такой Хоп Короче Ты Теперь Новая Мадер У меня Твич Так Преобразился С Мадер Так Много Веселого Теперь Есть Кайф Чистой Воды Укр Казах Монголо Татар Спасибо Тебе Большое За Донат Спасибо Большое За Поддержку Отсюда Такого Веселого С Модер Чат Че Я Не Знаю Что Веселого Модер Модератор Вы Вы Чем Занимаетесь Так Я Не Понял Ну Звучит Очень Круто Зачем Я Не Понял Я Что Своим Модератором Модер Я Хотел Чтобы Они Работали А Они Вместо Этого Веселятся Можно По Беспределу Людей Отстранять Я Между Можно Окей Ну Мы Знаем Кому Модер Кудавать Не Будем Спасибо За Информацию Надо Побеждать Короче Зелия Удвоедия На Нож Оказывается Все это Время У меня Веселились Модераторы Вместо Того Чтобы Работать Я Думал Кнопку Использовать Нет Смысла Два Урона Блокировать Вот Здесь Не Знаю Мне Придется На еще Одну Элитку Ити Хотя Нет Я Могу Пойти Через Костры Хотелось Быть Если Мы еще На одну Элитку Идем Мне Стоит Делать Вот Так И Не Тратить Дели Ужаса Ой Уязвимости По Моему С ядом Нам Хватит Урона Плюс Минус А минус Ловкость Блокируется У меня Есть Кнопка Как У Модера Можно Регулировать Словесный Поток Ты Как Подпольный Судья Судья Дредд Виновен Кидай мне Парящие Рукава Ботинок Кстати Лучший Релик Ботинок Так Хорош Вообще Супер Так Как мы Это Хотим Сделать Я думаю Что я Хочу Зелье Уязвимости А не Яд Сюда Так Так Зелье Таланта Бесполезно Блок Парящие Рукава Оставляем И потом Можно С ботинком Сыграть Кнопка Кнопка Блокирует Мне сейчас Технически 12 урона Я не могу Тебя убить Нет На следующий Ход Мы теряем 10 блока Это и это Мы теряем То есть Смысла особого И нет В кнопке Здесь 45 Здоровья Окей У нас есть Панацея Чутки Инстинкты А хотя Вообще-то Можно было Наверное Можно было Кнопку Использовать Тогда бы я Сейчас сыграл Еще Парящие Рукава Так 42 45 Давайте 42 Который урон Сюда 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 Можно было Сыграть Зелье уязвимости На ход Атаки Чат Не надо Оно вам Не надо Все хорошо Все нормально Можно было Но не нужно Оно Работает Мы побеждаем Смотрите Хорошая победа Красивая Уже практически В кармане Как видите Окей Этого чувака Я убиваю С одного удара У этого 45 здоровья Это много По-моему Улатоносец Самый слабый Персонаж В радужном Челлендже Да По-моему Он Мягко говоря Не очень Потому что Одни из самых Сильных карт Как ни странно Улатоносца А он их Не получает Есть карты Созерцающие Правда Но они Не все Такие Уж прям Универсально Хорошие Окей Еще одна Элитка Королевская Подушка Всегда Рад Видеть Мы Если мы Делаем Билд На яд Мне Нужно Ити Сюда И удалять Удары Потому что Только так Будет Работать Билд На яд И Апгрейдить Яд Билд На яд Без яда Так Я сковал Весь яд Что еще Сковать Такое Интересное Ну тогда Надо защиту Ковать Да Мы хотим Чуткие инстинкты И мы будем Играть Всегда Стоп У нас есть План Сейчас Будет Плана Может быть Не было До этого Момента Но Сейчас Он Будет Кнопкой Заблокировать 36 урона В лицо Пункт Номер один Выполнен Бум Изи Пункт Номер два Настакать Кучу Яда На этого Чувака Ооо Да 16 яда Красивая Теперь Нужно Во всем Пуле Карт Со всех Персонажей Просто Найти Этого Просто Найти Катализатор Потом Его скопировать Зеркалом Или Ивентом На копирование Карты И мы В полном Порядке Все проблемы Решены Я имею ввиду Нет ничего Невозможного Да Если ты в себя Веришь Ты можешь даже Выучить математику Или Теорию Эволюции Смотря В зависимости от Того Предпочтений Или того Когда ты Пришел на стрим Семнадцать Блока Мне нет смысла Играть Стравленный Нож Потому что Ты Чувак Падаешь На следующий Ход Поздравляю You are dead Изи Просто уничтожили Стража Переиграли Полностью Покорность Так сильна Это билдная Я не беру Покорность Потому что Это билдная Дай мне Буфер Нам не нужны Релики Все Я официально Заявляю Релики Нам не нужны Нам нужно Удаление Карт Катализатор Все Миссия Выполнена Берем Ключ Идем Побеждать Делье Таланта Наверное Стоит Выкинуть Чтоб Я его Случайно Не сыграл На следующий ход У меня есть Буфер Может быть А может и нет Шансы хорошие Чашка Плюс подушка Имба Оу да Чашка Плюс подушка Офигенная комбо Лучшая комбо Ты козел Те кто нибудь Об этом говорил Избранный Буфер будет На следующий ход Главное Главное Не слишком Много Навыков Не играть Один И хватит Один Навык И у меня На следующий ход Буфер 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 И четыре Проклятия Нормально Пойдет Он не атакует Но Пофиг Яд работает Буфер работает Ты мертв Чувак Ты просто все До свидания Легкая победа Огненное зелье Вместо зелья Навыка Прекрасно Я не могу Брать Стиснуть Зубы Хотя Я не беру Заточки Нет Заточки С ботинком Неплохие Я верю В катализатор Призрачность Знаете что Поехали Погнали Бум Теперь Мы удаляем Удар Бум Минус Удар Я На полном Серьезе Говорил Что это Билд На Это Билд На Яд Ну хотя Мутаген Как бы Киаду Ничего не дает То Все равно И у нас есть Призрачность Отлично Призрачность Так Хороша Так Так Теперь я могу Тебя добить Зелим Или мы можем Сыграть кнопку Кстати Кнопка Плюс Призрачность Кнопка Призрачность Это же Вообще Офигенно Это Просто Супер Потому Что Да Ты можешь Ты можешь Просто играть Призрачность И все Так Ты умрешь От яда Надо бить тебя А Ну Призрачность Там не нужна Ну Я не знаю Можно ее использовать Наверное Этот чувак Сбежит Если я в него Банку Не кину Ну Надо кидать Банку Ты От яда Падаешь Отлично Пум Еще одна Панацея Я имею в виду Я чуть не уверен Что мне нужны Две Панацеи Точнее Я думаю Мы Нам не нужно Две Панацеи Точно Они работают С кнопкой Но Это и все Окей Я думаю Что я буду пропускать Сейчас много карт Буду пропускать И на огненную Я не пойду Мы Идем в магазин Апгрейд Призрачность Я не буду апгрейдить Давайте Мне апгрейд На буфер Буфер Это тоже Типа призрачность У нас Очень хорошая Защита Ну Ладно Три Призрачность Я не уверен Что без Катализатора Наш яд Как бы Себя Хорошо покажет Но Попробуем Еще один ход Окей Мне стоит Сделать здесь Апгрейд Потому что Это как бы Единственные карты Которые нам нужно Апгрейдить Для урона Мы для Кинг Сим Мы будем ждать Релиз А Кинг Сим Разве не вышел В релиз Буфер Кнопка Буфер Оборона Кнопка 7 на 5 Я понял Понимаю Много урона Много Нужно ли мне Играть Флягу Или мне Дамажить Физически Ну это 18 урона Парящие рукава Окей Парящие рукава Мы точно играем А вот Проломить Или яд По моему яд Мне кажется Яд здесь лучше И потому что Он урон Еще на следующий ход Перенесет Теоретически Мы можем Наверное Добить его Ее Почти У нас У нас есть Блок Победа Билд На яд В радужном Забеге Мы ни разу Не сделали Сохраненная Насекомая Хорошо Зелек Ультист Отлично Третий Глаз Прекрасно 19 Здоровья Очень фигово Эти враги Вообще Не то что Мы хотели Ну ладно Кнопку Не нужно играть Зачем Просто буфер Мы урона Не получаем Буфер Переносится На следующий ход Еще одна Призрачность No problem Давай мне яд Пожалуйста Побольше На панцирного Не то Что мы хотели Не то Ну ладно Почему мы Кинг Сим Не смотрим Потому что Мы в него играли Мы играли В Кинг Сим У меня есть На ютубе Плейлист Для Кинг Сима Очень хорошая игра Мы хотим яд Нам нужен яд 31 урона Блокируется Буфером No problem Здесь уже Не 31 Но теперь У меня есть Кнопка А теперь У меня есть Кнопка И мы делаем Так Мы делаем Так Бум 16 яда Отлично Что за Кинг Сим Это Симулятор Короля Ну как Не странно Он Он так Очень крутая Игрушка Русская Причем У меня 12 Здоровья Это немного Проблематично Но По моему Мы будем В итоге В порядке Окей Мы в порядке Зелье навыка Бесполезно Сметающий луч А возможно Стоит взять Как бы Я вижу Что на одном Яде Мы не очень Выезжаем Я не знаю Как мы Босса Будем Убивать Но Сметающим Точно Не Сметающим Лучом Вот Что Я могу Сказать Нужно Скипать Сундуки А вот Здесь Будет Проклятие Если Это Большой Плохой Проклятие Я могу Удалить В магазине Но У меня Так Мало Золота Сюда Почему Мы Не В очень Хорошем Кинг Симе А Мя Иду Мы Точно Так Же Не В остальных Пяти тысячах Игр Которые В стиме Непробиваемость Нельзя брать Ничего Нельзя брать Плохой Вен Я же Один Стример А не Двадцать Стримеров Я же Не могу Все игры Играть Постоянно Вопросы Почему Ты не играешь В то Почему Ты не играешь В это Когда Будет То Когда Будет Это Ну что Ответ Всегда Один Ты Не можешь Поиграть Все Игры Вообще Никак Не получится Все игры Поиграть Правильно Да Но именно Эту игру Ты должен Поиграть Да ну Блин Нет Не так Работает Поэтому Мы сейчас Планов Никаких Не делаем Мы Не делаем Планы На стримы Если у тебя Нет плана Ты не можешь Его провалить Правильно Логично Потому что Иначе Если Я не знаю Чуваки Если Не Этот Постоянно Если обещать Постоянно Какие-нибудь Игры Такие Либо Другие Либо Третьи Тогда Чат Превращается В Эксклюзивное Предложение Разных Игр И тут Два Варианта Можно Вообще Не читать Чат Например А можно Я имею ввиду Этот Забег Нам Конец Я Кар 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 Но Лучше Просмотрим Просто Не Строить Планы По Прохождению Каких-то Игр Определенных Там Когда Они Выйдут Из Релиза Или Еще Что-то Так Намного Лучше Просто Главное Чистый Позитивный Отдых Все Остальное Вторично Правильно Правильно Я думаю Чат Со мной Согласен Так На следующий Ход Будет Буфер Сбрасывать Я его Точно Не Хочу Призрачность Можно Играть Можно Не Играть Она Ничего Не Делает Сейчас Панацея Сейчас Уйдет На блок Его Дебафов Что В принципе Хорошо Искач Фляга Это Отлично Буфер Тут Вариантов Нет Я Не Смог Вытащить Нам Два Раза Сыграть Флягу Потому Что Для Этого Нужно 5 Энергии Которой У Нас Нет Ну Что Мы Можем Сделать Мы Можем Попробовать Заблочить Не Получится Тогда Так Мы Хотим Пролистать Все Включая Кнопку Я думаю На следующий Ход Ради Нахождения Большого Количества Яда Очень Большого Как Много Яда Ага Прям Весь Яд Вытащили Ладно Бессмертия Больше Нет Последняя Защита Это Кнопка Яд Голограмму Яд Не Сыграть Можно Сыграть Третий Глаз Сбросить Вот это Все Наверное Потому Что Он Будет Атаковать Он А он Переходит На вторую Фазу Нам Конец Окей Это Не Нужно Оковы Нужны На Следующий Ход Оковы Плохую Оборону Сбросить Кнопка Вообще На Следующий Ход Нужна Но Ее Точно Не Будет Оковы Помогут Он Бьет Сильно Но Оковы Помогут Он Бьет Всего Лишь На 30 Вообще Считаю Что Ноль А Я Могу Вытащить Кнопку Вообще Никто Не Знал Но Я Могу Я Могу У Него 145 Здоровья Поэтому Толку От Этого Будет Не Очень Много Может Мне Не Стоит Играть Кнопку Потому На Следующий Ход У У Будет Деф Он Наверное На Следующий Ход Будет Снова Бить Если бы Чату Не нравилось Во что Ты Играешь Они бы Не Смотрели Я Тоже Так Думаю И Обычно Мы Мертвой У меня 24 Здоровья Он бьет На 27 Обычно Когда Ты Какой Ни Опрос Проводишь То есть Если Спросить Там Чат В какую Вы хотите Чтоб Я Поиграл Игру Чат Скажет Чат Может быть Нет Но Если Провести Там Какой Опрос То Скорее Всего Предложит То Что Уже Знают Зелие Навыка Было Да Зелие Навыка Запрещено Зелие Навыка Запрещено Модом Оно Дает Навыки Лотоносца Оно Дает Навыки Лотоносца Оно Не Работает Каждый Раз Когда Мы Играем Золотоносца Получается Билд На Руину И Получается Разговорный Стрим Продолжение следует